Тогда начинаем. Пожалуйста, скажите, как вас зовут и чем вы занимаетесь? Меня зовут Тимур, мамилия моя Соболь. Я преподаватель в школе танго-мила, армитерская танго. Это моя не основная профессия. Главная моя профессия, я художник. Супер. Как вы начали танцевать танго? Случайно, знакомые. Однажды прогуливаясь по парку, мы случайно видели Белонгу. И у нас была группа друзей, и они сказали, что нам всем надо сюда. Кто-то из них сказал. В результате всей этой группы остался только я вину. И продолжают по сей день. Опишите самые радостные воспоминания, которые у вас связаны с танго. Самые радостные? Я бы не сказал, что есть одно самое радостное. Их много. Каждый раз, когда я вирус Белонги, с ощущением Белонгу удалась, это и есть то самое состояние, которое я всегда испытываю. То есть, то, что приносит мне удовлетворение, радость, да, и придает смысл моим занятиям танго. То есть, я выхожу с Белонги, ощущение, что жизнь удалась, Белонгу удалась. И это состояние, оно продолжает какое-то время сохраняться вместе со мной до следующего Белонга. Что бы вы посоветовали начинающего танго? Для начинающих танго я, когда-то тоже начавший учиться в танго, могу пожелать только одно. Верить в себя. Это самое главное. Один из моих первых преподавателей, у которого я занимался. Он рассказывал эти истории про Аргентину, про преподавателей аргентинских, про танцоров. И мне она очень запала. Эта история, она мне помогла остаться в танго. Кратик. Одного из тангеров спросили, кого он считает лучшим танцором танго в Буэнос-Айресе. Ответ был, конечно же, я. Конечно.